Здравия, соратники! Хотелось бы сейчас затронуть тему асексуальности. Для тех, кто не знает, что это такое, асексуалы — это люди, которые не подвержены сексуальному инстинкту. У них не возникает сексуального желания, либо же даже, если оно у них возникает, то они этого не хотят, потому что им это противно. То есть разум преобладает над телом, гасит эти инстинкты. А сейчас меня надоумила записать это видео. Одна передача, которая меня возмутила, я оставлю ссылочку в описании, участвовала моя ученица в программе, где собирались асексуалы, и они о себе рассказывали. Так вот, её практически сразу выгнали. Знаете, что я заметила? Её выгнали чисто из-за внешности. У меня тоже всегда возникали проблемы именно из-за моей внешности. Люди не хотели даже слышать, что я говорю просто. Они смотрели просто на внешность и оценивали мою внешность в связи с той темой, на которой я говорю. Но конкретно, что я говорю, они даже не слушали. Им было достаточно моей внешности для того, чтобы сделать какой-то вывод. Поэтому то же самое произошло и с моей ученицей. Все люди сидели там достаточно неопрятные, в каких-то растянутых свитерках, батничках, вот такое, знаете, что мужчина, что женщина, как бы непонятно, какого это полосущество. Она, моя ученица, пришла в каком-то красивом топе, в каком-то пиджаке, да, в классическом, и накрашенной, естественно. Естественно, ей никто не поверил. И вот меня, знаете, это сразу возмутило, потому что с детства и с юношеского возраста мне всё время твердили, для кого ты так красишься, для кого ты так одеваешься, для кого ты следишь за фигурой, ты же мужчину себе ищешь, ты же ради мужчины. Я вам открою секрет. Никогда об этом не думала, честно. Правда, никогда об этом не думала. У меня был какой-то свой идеал, к которому я стремилась. Сейчас, секундочку, у меня, как всегда, комп начинает мешать. И я к этому идеалу стремилась. То есть я эстет. Я прежде всего эстет. Если бы я была мужчина, я стремилась бы к мужскому идеалу, как бы мне, в общем-то, всё равно, в каком теле находиться. У меня есть определённые критерии эстетического вкуса. И вы понимаете, меня всегда убеждали, что я одеваю там… Ну, раньше я любила ярко одеваться. Вы знаете, наверное, что я раньше работала фотомоделью, потом певицей. И, естественно, для таких профессий нужно очень ярко одеваться, красиво краситься и так далее. И мне уверяли, что я это делаю ради того, чтобы найти мужчину. Хотя, на минуточку, я со своим мужем вместе с 15 лет. Мы в 15 лет познакомились, и вот до сих пор мы вместе. Как бы какого мужчину, я ещё не понятна. Но для некоторых, они даже не верят, что я замужем. И некоторые люди заходят, где я говорю что-то про своего мужа и говорят, «А вы что, замужем? А вы что?» Такое чувство, знаете, что я какое-то, не знаю, убожество, что я никому не нужна. Они так удивляются, что я замужем. Да, я замужем. Я вышла замуж 21 год. То есть ещё не сразу, конечно, мы поженились. Сначала мы были подростками, потом ещё думали, потом вместе жили, только потом мы решили пожениться. Вот. Поэтому, конечно, меня это всё удивляет. Почему сразу? Вы понимаете? Вот что-то ты для себя делаешь, что-то тебе нравится? Это только ради мужчин. Вот, девушки, вот скажите, у вас такое было? Я вот уже по-честноку скажу вам, что я много чего делала ради девушек, потому что мне приятно, когда оценит девушка. Вот честно. Я не знаю, как для вас. Я вообще люблю красивых людей. Я очень люблю красивых девушек, красивых мужчин. Я могу на них любоваться. То есть у меня нет какой-то ревности. Знаете, типа увидишь какую-то девушку красивую и думаешь, вот, что вот она такая же, как я, красивая. Надо ей какую-то гадость написать. Сейчас пониже самооценку. У меня такого вообще, в принципе, не бывает. Даже если, например, мне условно не нравится какой-то типаж, да, человека, чисто такое инстинктивное ощущение, отторжение. Но этот человек мне пишет хорошо. Думаю, у меня моментально пропадает какая-то, знаете, предвзятость к этому типажу. Я сразу же располагаюсь и начинаю общаться именно, как, знаете, душа к душе. Сложно это описать словами, потому что я эмпат. Или же, например, мне человек ничего плохого не написал, внешность у него нормальная, но я чувствую, что он пришел с целью меня оскорбить. Но есть некоторые люди даже, они задают вопросы в таком стиле, что они оскорбляют и сразу же задают вопрос. Как недавно мне какая-то женщина написала, что вот она там не поняла, что там она не поняла. Кстати, мне еще так это удивило. Вот иногда, знаете, какие-то вопросы, которые люди не понимают, для меня это оскорбительно объясняют, потому что это любой нормальный человек понимает. И только тупой, вот не понимает. И я чувствую сразу себя очень как-то неудобно, когда я начинаю объяснять логичные вещи. Например, почему трава зеленая? Вот объясни, потому что она зеленая. Сейчас постараюсь вспомнить, что же там был за вопрос. А, по поводу матрицы. Вот мужчина меня спрашивает, Валерия, вот вы говорите, что вы вообще не матричный человек. И в то же время вы недавно сказали, что вы находитесь в матрице. Но это же понятно, в каком контексте я говорила. Это же нужно брать контекст. Я говорила, что я не матричный человек, потому что я не придерживаюсь матричных ценностей. И в то же время мой, извините, биоробот, мое тело, оно такое же, как у вас. Я в ней, но я не живу по ее стандартам. И как это можно вот объяснить? Ну, по-моему, логично в контексте слушать информацию, а не вырывать слова из контекста и искать несостыковки. И эта женщина спрашивает, Валерия, объясните, вот как это так? А то такое чувство, а, и скажите мне свою дату рождения, когда вы были Марии Оршич. Я хочу знать вашу дату рождения. Я родилась, чтобы вы знали, 31 октября 1895 года, если вам это что-то скажут. Так вот, она спрашивает, скажите мне дату своего рождения, если вы знаете. И объясните все, это что-то такое чувство, что вы бред не несете. Вот люди, они считают, что они нормально могут задавать вопросы, оскорбляя, и кто-то будет перед ними оправдываться, отчитывать. Вот такое неуважение. Поэтому к нам, ко всем, вот такое неуважение, что мы живем ради того, чтобы кому-то понравиться. Мы, извините, стрелочки красиво рисуем на глазах, чтобы мужику какому-то понравиться или что-то еще. Вот честно, меня это поражает. И я еще вчера опубликовала ВКонтакте две выдержки из книги Тайша Абеляр и Флоринда Доннер про женщин-воина. И я хочу вам показать эти статьи. Я давно читала эти книги, вчера вот перечитала статьи, скинули соратники. Честно сказать, я так расстроилась, я давно не ощущала себя такой разбитой после прочтения этой статьи. Как знаете, как будто все сполыхнуло. Я хочу вам ее показать, но вначале хочу немножко прокомментировать я действительно являюсь асексуалом, но я могу сказать, что у меня, да, было это желание. Не было такого, что прям совсем я не испытывала это желание, но у меня было к нему как бы отвращение. И чаще всего, скажу вам честно, это желание было, когда я была не в трезвом виде. то есть в трезвом виде у меня его в принципе не было. Как мы знаем, обычно как раз таки за эти желания отвечают определенные микробиоты. Ну, как некоторые говорят, я не хочу бросать есть мясо, потому что тогда у меня пропадет сексуальный инстинкт. Да, повышенный инстинкт, который не ваш, который от бактерий пропадет. Ну, как бы обычно все будет как раньше, я так считаю. Вот, но я уже вам говорила, у меня есть видео про целебаты, о том, что сексом я не занимаюсь. Опять же, знаете, вот даже этот параметр, что я не занимаюсь сексом, я не возбуждаюсь, я не занимаюсь анонизмом и не занимаюсь сексом в принципе. Даже уже вот этот один пункт отличает меня от людей матрицы, потому что они без этого не могут, но я знаю, что среди моих читателей есть такие люди, как я. Честно, я была безумно счастлива увидеть вас, потому что в реальности я таких людей не знаю. Поэтому, когда я вижу таких соратников, как вы, я успокаиваюсь сразу, мне становится гораздо легче. Как прекрасно, что мы с вами друг у друга есть. И сейчас я вам зачитаю эту статью и, собственно говоря, пишите свое мнение об этом. Это очень такая скользкая тема, потому что для многих людей секс и еда это единственное в жизни удовольствие. Но я считаю, что есть люди, их на моем канале достаточно, которые могут из этого что-то полезное для себя вычленить, особенно, если они одним шагом вот у той матричной жизни и другим у этой. Знаете, я всегда себя после секса чувствовала очень униженной. Я просто чувствовала такой позор, что словами не передать. И когда я где-то описывала это в постах, мне говорили, что, видимо, какой-то не такой мужчина, видимо, я не получаю удовольствие и так далее. Это просто полнейший бред. Мужчина, которого я очень люблю. С удовольствием у меня проблемы не было. Я могла настроиться и за один сексуальный акт получить три оргазма. Я никогда ни у кого такого не слышала. Действительно, у меня это было. Но это не какое-то такое ахти удовольствие, понимаете? Блин, ну, все мы разные, всех гормоны по-разному работают. Да, какое-то удовольствие, но, честно, во время медитации лучше получаю удовольствие. Когда роллы ем вегетарианские, тоже приятнее как-то. Ну, вот такое. Ладно, все, переходим к статье. Я забыла показать фигуру. Вот мне часто обвиняют, что если бы я действительно не хотела секса, я бы ела все подряд и имела бы нормальную женскую фигуру. А так у меня ребра удалены. Вот такое даже я слышу. Вот у меня фигура. Сейчас, секунду. Как видите, есть пресс, есть мускулы. Как бы талия действительно очень тонкая. И мне говорят, что эта фигура нужна для мужиков. Покорять мужиков. Я вам скажу так. Это тело, как мой девайс, мне в нем удобно, мне в нем комфортно, оно выносливое, оно сильное, энергичное. Мне нравится, когда тело поджарное, нет лишнего. Я чувствую себя ребенком. Я считаю, что у меня детское тело. Вот такие талии, например, существуют только у детей. И то не у всех. Поэтому я считаю себя ребенком. я чувствую себя ребенком. У меня детское тело, у меня детское лицо. И мне нравится так жить. Я не хочу взрослеть. Мне так комфортно. Надеюсь, что здесь есть такие, как я, кто тоже чувствует себя ребенком, не хочет заводить детей, потому что сам хочет быть всегда ребенком и себя разбивать. Ну вот теперь эта статья будет как нельзя лучше. Вот кратенько посмотрите с передачи небольшие скриншоты. Если заходите, заходите по ссылочке и, собственно говоря, сможете посмотреть более подробно. Видите, девушки совсем не женственные, то есть как бы забывшие свою женственность. Единственная женственная девушка сидела, это Алина, моя ученица, и за это поплатилась. Ее быстренько выперли с этого шоу. А сейчас я начинаю эту статью. Женщина не матка, производительница. Человеческие существа достаточно разумны, чтобы требовать от себя чего-то большего, чем обычное продолжение рода. Саморазвитие, в частности, представляет собой такое же, как и деторождение, если не более достойную цель жизни. Тайша Абеляр книга «Магический переход». Здесь будут книги, которые я советую вам почитать, так что обратите внимание. Нас учили быть пассивными и послушными, приспосабливаться к обстановке, но внутри у нас все кипит. Мы подобны вулкану, который вот-вот должен начать извергаться, и наше положение усугубляется еще и тем, что у нас нет другой надежды, кроме мечты о том, что в один прекрасный день мы встретим хорошего мужчину, который вытянет нас из этого болота. От удивления я не могла ничего сказать. «Ну что, разве я не права? Разве это не так?» настаивала Клара. «Скажи, положа руку на сердце, разве я не права?» Я сжала кулаки и собиралась послать ее подальше, но Клара тепло улыбнулась, излучая одновременно силу и благополучие, и я тут же почувствовала, что я не могу лгать ей или скрывать от нее то, что думаю. «Ты прочла мои мысли», согласилась я. Мне пришлось признать, что единственным, что придавало смысл моему ужасному существованию, кроме занятий рисованием, была надежда на то, что когда-нибудь я все-таки встречу мужчину, который поймет меня и оценит по достоинству все уникальные качества моей личности. Клара объяснила, что я была воспитана, как и каждая другая девушка своей матерью, которая считала, что главное в моей жизни удачно выйти замуж и не носить на себе клеймо старой девы. В действительности женщины вносят большой энергетический вклад в поддержку человечества, чем мужчины, и для того, чтобы они могли выполнить эту функцию, по всему миру их воспитывают в духе повиновения мужчинам, при этом не важно, покупают ли их на невольничем рынке, или окружают любовью и делают предметом почитания, подчеркнула она. Основной смысл их существования и судьба при этом одном и то же. Питать и защищать мужчин, служить им. Жесткая правда состоит в том, что подчиненное положение женщин является не просто социальной условностью, продолжала Клара, а фундаментальной биологической закономерностью, хотя в мире людей принято считать, что половой акт нужен прежде всего для цели продолжения рода. У него есть и другая неявная функция, которая состоит в том, что он поддерживает непрерывный поток энергии от женщин к мужчинам. Клара произнесла слова к мужчинам с таким акцентом, что я была вынуждена спросить, почему ты говоришь о человечестве как об улице с односторонним движением, разве половой акт не является равным обменом энергиями между мужчиной и женщиной? Нет, подчеркнуто ответила она, мужчины оставляют в телах женщин особые энергетические волокна, они подобны светящимся червям, которые живут в матке и поглощают энергию. Это звучит как-то зловеще, сказала я, посмеиваясь над ней, но она продолжала говорить совершенно серьезно. Эти энергетические волокна обладают еще одним более зловещим качеством, сказала она, не обращая внимания на мой нервный смешок, который состоит в том, что они обеспечивают постоянный отток энергии к мужчине, который их посеял. Эти волокна, которыми женщина заражается во время полового акта, вбирают в себя и похищают энергию от ее тела, которое уходит к тем мужчинам, что оставили их. Ну хорошо, Клара, предположим, что это так, сказала я смущенно, но скажи мне на милость, почему это так? Разве этот односторонний отток энергии не является несправедливым по отношению к женщинам? Весь мир несправедлив по отношению к женщинам, воскликнула она, но сейчас речь идет не об этом. А о чем же, Клара, я хочу это знать? Природа стремится к тому, что наш вид воспроизводился, объяснила она, для того, чтобы это происходило, женщины должны нести на себе избыточное время энергетических потерь, а это подразумевает постоянный отток энергии к мужчинам. Но ты все еще не объяснила, почему должно быть так, сказала я, я уже начинаю уступать ее убежденности. Женщинам отведена основная роль воспроизведения человека как вида, ответила Клара. Они отдают массу энергии не только для того, чтобы рожать, питать и воспитывать детей, но и для того, чтобы привлекать мужчин к участию во всем этом процессе. Клара объяснила, что в идеале этот процесс дает возможность женщине, которая энергетически питает мужчину, оставившего в ее теле свои энергетические волокна, сделать его таинственным образом зависимым от себя на уровне тонких сущностей. Это подтверждается тем, что мужчина делает все от него зависящее для того, чтобы возвращаться к этой женщине снова и снова для энергетической подпитки. Таким образом, говорила Клара, природа достигает того, что мужчина не просто чувствует, иногда мимолетное желание получить удовольствие от физической близости с женщиной, но и получают основания для установления с ней более устойчивых отношений. Энергетические волокна, оставленные в матке женщины, в случае зачатия частично сливаются с энергетической оболочкой плода, продолжала дальше Клара. Их можно назвать рудиментарной формой семейных уз, потому что отцовская энергия сливается энергией эмбриона. Это дает возможность отцу впоследствии чувствовать, что это его ребенок. Но эти простые факты матери никогда не рассказывают своим дочерям. Девушек воспитывают так, чтобы легко было соблазнить, не давая им ни малейшего представления о последствиях полового акта, в смысле связанного с ним будущего оттока энергии. Все, что мне кажется несправедливым прежде всего. Нехорошо даже, если мы хотя бы одному мужчине оставили возможность нанести свои волокна в тело женщины, хотя это и может быть необходимо для того, чтобы у них были потомки, которые смогут жить после них. Но иметь в себе энергетические волокна десяти или двадцати мужчин означает для женщины настолько истощать свою энергетическую оболочку, что жить ей становится крайне трудно. Неудивительно, что женщинам так трудно бывает постоять за себя. Для женщины избавиться от этих волокн, спросила я, все больше убеждаюсь в том, что в словах Клары есть определенная доля истины. Женщина носит в себе эти нити в течение семи лет, сказала Клара, после чего они исчезают или увядают. Но неприятнее всего то, что когда эти семь лет оказываются на исходе, вся армия червей, начиная с тех, которые оставил первый мужчиной и кончая принадлежащим последнему, внезапно оживляется и вынуждает женщину снова вступить в половой акт. После него все черви опять усиливаются за счет новой потери женщины светящейся энергии и существуют в таком состоянии еще семь лет. В конечном итоге это фактически бесконечный цикл. А если женщина воздерживается от встреч с мужчиной, спросила я, что, черви тогда просто умирают? Да, но только в том случае, если она не занимается любовью в течение семи лет. Однако, в наши дни, в век женщина не может так долго воздерживаться, если она не станет монахиней или не имеет достаточно средств для жизни. И даже в этом случае ей будет нелегко. Почему это так, Клара? Дело в том, что участие женщины в половом акте это не просто биологическая необходимость, но и социальное требование. Клара привела в качестве примера очень волнующий и скорбный факт. Она сказала, что поскольку мы не можем видеть потоки энергии, мы зачастую без всякой нужды подвергаем себя опасным эмоциональным влиянием и следуем линиям поведения, которые могут вовлечь за собой энергетическое истощение. Так, например, общество совершенно напрасно требует от женщин, чтобы они выходили замуж или, по крайней мере, предлагали себя мужчинам. С этим связан совершенно неоправданный предрассудок, свойственным большинству женщин, вследствие которого они чувствуют свою жизнь не состоявшейся, если они не приняли в себя мужское семя. Верно, что энергетические волокна мужчины придают их жизнь смысл, дают им возможность выполнить свою биологическую функцию, питать мужчин и привести на свет потомство. Но человеческое существо достаточно разумно, чтобы требовать от себя чего-то большего, чем обычное продолжение рода. Она сказала, что саморазвитие, в частности, представляет собой такое же, как и деторождение, если не более достойную для человека цель жизни и что эта ориентация подразумевает открытие перед женщинами их истинной роли в жизни человечества. Затем она заговорила обо мне лично и сказала, что я была воспитана, как и каждая другая девушка, своей матерью, которая считала, что главное в моей жизни это удачно выйти замуж и не носить на себе клеймо старой девы. И действительно, я была воспитана, как животная, для того, чтобы вступить в сексуальные отношения и дальше жить так. Как и всех женщин, тебя обманом и силой заставили подчиниться этому требованию, сказала Клара. И самое неприятное здесь то, что ты оказалась пойманной в ту ловушку общественных стереотипов, хоть и не собираешься вступать в брак и рожать детей. Ее утверждение было таким смущающим, что я опять нервно захихикала, но Клару это ничуть не обескуражило. Для того, чтобы жить и действовать, нам нужна энергия, продолжала Клара. Как правило, энергия, которую мы израсходовали, уходит от нас навсегда, поэтому, если бы ты не вспомнила, мы бы никак не могли вновь обрести потерянное когда-то. И дальше еще небольшой диалог из разговора двух подруг, из «Женщины-война» партии на гвале Карлоса Кастанеде. Женщины, рабыни, настаивала Делия. «Мужчины порабощают женщин, мужчины затемняют рассудок женщины, их желание поставить на женщинах клеймо, как на собственности, затуманивает наш разум», заявила она. «Этот туман висит на наших шеях, как ермо». «Секс затуманивает разум женщин», мягко продолжала Делия. «Женщины так основательно заморочены, что даже не могут рассмотреть возможность того, что их низкий статус в жизни является прямым следствием сексуального воздействия на них». «Это самое нелепое из того, что я когда-нибудь слышала», произнесла я. Затем довольно тяжеловато, но в пространственной осуждающей речи я затронула социальные, экономические и политические причины низкого статуса женщины. Довольно долго я рассказывала об изменениях, которые произошли в последние десятилетия, о том, как женщины преуспели в своей борьбе против мужского господства. Реально ничего не изменилось. Женщины остаются рабами, рабыни, которые получили образование и заняты сейчас выяснением истоков социального и политического насилия, направляющего против женщин. Ни одна из рабынь, однако, не может сосредоточить внимание на корне их рабства, половом акте, если только он не заключается в изнасиловании и не связан с другими формами физического насилия». «Верующие мужчины-философы, также мужчины от науки в течение веков утверждали и, конечно, продолжают утверждать, что мужчины и женщины должны следовать биологическому богам данному императиву, обязывающим им поступать в соответствии с их сексуальными и репродуктивными возможностями. Мы были поставлены в условия, заставляющие верить, что секс – это хорошо для нас», подчеркнула она. «Это берущее начало от рождения вера и принятие ее делают нас неспособными правильно поставить вопрос». «И что это за вопрос?» спросила я, с трудом сдерживая смех, вызванный ее нелепыми убеждениями. «Вопрос, который никто не отважится задать. Это что делать нам, женщинам, чтобы занять соответствующее положение?» «В самом деле, Дели,» воскликнула она, в притворстве и в испуге. «Что делать?» «Тутуманенность разума женщин настолько тотальна, что мы готовы касаться всех других вопросов нашего положения, за исключением того, которое является причиной всего», заявила она. «Но, Дели, мы не можем жить без секса», засмеялась я. «Что случится с человеческим родом, если мы не...» Она прервала мой вопрос и мой смех повелительным жестом руки. «В настоящее время женщины, подобные тебе в своем рвении относительно разенства продолжают подражать мужчинам», сказала она. «Женщины имитируют мужчин в такой доходчивой до абсурда степени, что секс, которым они занимаются, не имеет никакого отношения к рождению человека. Они приравняли свободу к сексу, даже не рассматривая, что секс дает для них физическое эмоциональное здоровье. Мы подвергались настолько основательному внушению, что твердо верим, секс является для нас благом». Она подтолкнула меня локтем, а затем, пародируя декламацию на распев, стала импровизировать. «Секс благо для вас. Он доставляет удовольствие, он необходим, он смягчает депрессии, репрессии, фрустрации, он исцеляет головную боль и низкое высокое давление крови, заставляет исчезнуть прыщи, он вызывает рост вашей груди и бедер, он регулирует ваш менструальный «Это полезно для женщин, каждый подтвердит это, каждый порекомендует, она!» остановилась на мгновение, а затем завершилась нарочитой актерской выразительностью. «Каждый день сношаться, к врачам не обращаться!» А в оригинале звучит так «A fuck a day keeps the doctor away!» Я нашла ее представление ужасно смешным, но потом внезапно отрезвело, когда вспомнила, как семья и друзья, включая нашего семейного врача, советовали то же самое, правда, не так грубо, в качестве средства от всех подростковых хворей, которые были у меня, туда же и беременность. Потом это прервалось в жесткое репрессивное окружение, утверждающее, что когда я выйду замуж, у меня будут регулярные менструальные циклы, я наберу вес, я буду лучше спать, у меня будет мягкий характер. Приравнивать свободу к сексу это злая ирония. Мужчины настолько полностью, настолько тотально затуманили наш разум, что мы теперь совершенно лишены энергии и воображения, чтобы сосредоточиться на действительно важной причине нашего порабощения, подчеркнула она. Желать мужчину сексуально или влюбиться романтически вот всего лишь два варианта выбора, предоставленного рабыням. И все, что мы говорим об этих двух вариантах, служит только оправданием для нашего соучастия в невежестве. Я не вижу ничего плохого в желании секса и любви, произнесла я, защищаясь. Когда бы я не занималась этим, мне всегда очень нравилось, и никто не затуманивал мой разум. Я свободна, я выбираю, кого хочу и когда хочу. В темных глазах Делии сверкали искры веселья. Выбор тобою партнера никоим образом не меняет того факта, что тебя трахали. Этот отрывок взят из книги Тайша Абеляр «Магический переход» и Флорин де Донер «Жизнь в сновидении». Вот такие веселые мысли. И вы знаете, они правдивы. Как же я счастлива, что мне не надо больше этим заниматься. Но таких как я единицы. И я знаю, что это отличает меня от других особей женского пола фундаментально. Теперь понимаете, зачем так нужен мой курс по возврату энергии от половых связей и не только. Я все это знаю, можно сказать, практически с детства, так как Кастанеду я начала читать очень рано, и способности у меня также открылись очень рано. Когда читаешь такие статьи, то понимаешь, что ты не одна такая. Это нормально, не хотеть совокупление, совокупление и любовь, это разные вещи, тут нет ничего общего. И поверьте, это не ханжество и вложенные умы, аморали, каких-нибудь церковных пороков, нет, это встроенная человеческая квантовая ДНК, и это есть не у всех. Настоящие люди не размножаются и не имеют половых органов. Вся эта цивилизация гибридов с животными не обязательно в себе пробуждать животное, вы можете остаться человеком, невзирая на свои половые органы, вы можете их не использовать для совокупления, понимаете?